Действительно у нас серьезно ощущается последствия от падения мировых цен на нефть, на энергоносители в целом. В бюджете недавно была произведена серьезная корректировка с учетом сложившейся ситуации. Был бюджет переверстан, исходя из цены на 25 долларов за баррель. Естественно, определенные изменения были внесены в расходную часть бюджета серьезной. Однако, несмотря на серьезные изменения в приоритетных направлениях, это не коснулось. Существует серьезная подушка безопасности в виде накоплений в нефтяном фонде. Все еще продолжают существенными быть золотовалютные резервы, валютные резервы центрального банка. Это все-таки позволяет нам в определенной степени справляться с текущими рисками и вызовами. В то же время, действительно, на более далекую перспективу, естественно, речь идет о следующем году или 2018 году, Естественно, серьезные делаются расчеты по привлечению средств в экономику из дополнительных источников нефтяного сектора, путем развития транспортной инфраструктуры, путем создания совместных производств, в том числе со странами-партнерами. Сейчас решаются вопросы согласования условий транзита через азербайджанскую территорию грузов из сопределительных государств и регионов. Существуют, ведутся консультации с серьезными финансовыми институтами, региональными финансовыми институтами, с возможными, скажем так, донорами. Вот обсуждаются вопросы частости, делается акцент на усиление инвестиционного сотрудничества. В данном случае, как раз Россия, взаимодействие с Россией представляет особый интерес, причем не только в двухстороннем формате, но и в трехсторонних, и в многосторонних форматах. Да, действительно, у нас не самая простая сейчас ситуация в экономике. И такие страны, экспортеры, в первую очередь нефти и газы, как Россия, Казахстан и Азербайджан, они в первую очередь попали под удар экономический. Но если, скажем, в России мы наблюдаем, что даже несмотря на условиях снижения цены на нефть, у нас чуть ли не рекордный год 2015-й выдался по росту добычи нефти. В запуск были запущены ряд новых месторождений, которые призваны были компенсировать естественное снижение добычи на старых месторождениях. В конечном итоге добыча составила 534 миллиона тонн нефти, в то время как у Азербайджана немножко другая ситуация. Пик добычи по ключевым месторождениям, которые были запущены в 90-х годах, они прошли в 2011-2012 годах. И прошлый год в этой тенденции снижения естественного планового добычи нефти был предсказуем, и добыча составила порядка 41,6 миллионов тонн нефти. Но здесь еще наложилось ряд факторов, таких как, например, ужасная трагедия, произошедшая на месторождении оператором, который является компания «Сокар». И на протяжении нескольких месяцев добыча там также не велась, и это серьезным образом сказалось на планах добычи на это месторождение, с учетом того, что дебет этого месторождения составлял порядка 1000 тонн нефти в сутки. По итогам 2016 года вот это снижение будет влиять в том числе и на общую добычу нефти в Азербайджане. Поэтому ситуация, с которой столкнулись азербайджанские власти, она даже в большей степени была более серьезным вызовом, чем для России, потому что у нас более диверсифицированная экономика, а здесь в основном упор был сделан именно на поставку нефти на мировой рынок. И вот два этих фактора снижения цены и естественное снижение добычи сказались на экономических показателях. Но мы сейчас видим, что от первого такого шока правительство и общество азербайджанское немножко оправились, и сейчас ведется системная работа по поиску новых источников, которые могли бы позволить компенсировать снижение вклада нефти в ВВП Азербайджана. Продолжение следует...